Игра мускулами. Именно так охарактеризовал конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционной службой по делу Манзурова. От звонка до звонка Алик Шпикбаев предложил прекратить практику освобождения осужденных за коррупцию по УДО. Внесены были предложения об усилении еще раз ответственности тех, кто принимает решение, ну и прекратить условно-досрочное освобождение. Коммунальные платежи мимо кассы. В Актау задержаны руководители энергоснабжающих компаний по подозрению в создании ОПГ. Мы говорим, что это структуры непрозрачные, практически криминализированные. Антикоррупционная служба не согласна с решением Генпрокуратуры о прекращении дела в отношении заместителя Акима Алматинской области Багдата Манзорова. Соответствующий документ подан генеральному прокурору. Между тем, сегодня в сети появилось видео, на котором Багдат Манзоров с невидимым собеседником говорит о неких 30 сотках земли. Предлагаю послушать. Адвокат Манзорова заявил, что слова его подзащитного вырваны из контекста. По факту размещения видео в сети будут направлены заявления, сказал защитник Алмаз Демисинов. Напомню, Манзорова обвиняли в махинациях с земельными участками в Алматы и Алматинской области. Накануне в Генпрокуратуре заявили, что чиновник освобожден от уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Заместитель Генпрокурора Марат Ахмеджанов даже сказал, что лица, расследовавшие дело против Манзорова, могут быть привлечены к ответственности. В свою очередь, сегодня представители антикоррупционной службы заявили, что намерены обжаловать решение надзорного органа. К нам в агентство обратились два наших граждан. Мы их заявление зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований, начали проводить расследование. Это первый факт. Второй факт, это у нас в ходе следствия, пока мы расследовали дело, уголовное дело истребовало Генеральную прокуратуру и прекратилось отсутствие событий преступлений. В настоящее время мы с этим решением не согласны и подоим возражения. Тем временем, ситуацию вокруг дела Манзорова известный политолог, глава группы оценки рисков Досым Садпаев считает игрой-мускулами между Генпрокуратурой и Антикоррупционной службой. Каждая из двух ведомств пытается показать себя органом, за которым остается последнее слово. Эксперт не исключает, что для разрешения конфликта между двумя силовыми структурами потребуется вмешательство даже президента. Ситуация интересна тем, что антикоррупционная служба была относительно недавно служена, в прошлом году. И сейчас активно пытается нарастить, скажем так, свои полномочия, укрепить свои позиции. Естественно, что, как показывает практика, каждая силовая структура или тот орган, который отвечает за похожий сегмент работы, потому что самая генеральная прокуратура тоже ведет, скажем так, по антикоррупционным делам. Кстати, Комитет национальной безопасности тоже имеет такие полномочия. Так вот, именно сфера борьбы с коррупцией очень часто являлась тем самым лаковым кусочком, когда каждая из силовых структур пыталась перетянуть для себя побольше возможностей и полномочий с точки зрения своего последнего слова в тех или иных антикоррупционных расцветах. То есть, я думаю, что здесь просто-напросто идет как бы некая игра мускулами между двумя структурами. Как показывает практика, когда вступает в конфликт два ведомства силовых, обычно последнее слово «Соверство» оставалось за президентом. Сумма ущерба по делу о хищениях в Астана ЛРТ выросла до более чем 1 миллиарда тенге. Как рассказал сегодня руководитель 2-го департамента антикоррупционной службы Сергей Перов, подозреваемыми по делу призваны 6 человек, но они пока не задержаны. При этом активно сотрудничают со следствием. Что касается бывшего руководителя Астана ЛРТ Талгата Ордана, то его местонахождение борцам с коррупцией неизвестно, сообщил Сергей Перов. По его словам, сейчас проводятся экспертизы, которые планируются завершить в течение месяца. На основе их результатов как раз-таки и высчитывается сумма нанесенного ущерба, пояснил руководитель департамента. Напомним, ранее президент Касымжумар Тукаев поручил активизировать расследование по делу ЛРТ, проверив в том числе экс-руководителя Акимата столицы. Сам по себе проект ЛРТ, по словам главы государства, очень спорный и экономически непонятный. Сумма ущерба в разы выросла, составляет уже более 1 миллиарда. На сегодняшний день по делу признано 6 подозреваемых, в том числе четверо должностных лиц Акимата. Расследование продолжается. Я думаю, что мы по результатам проведем и доведем до общественности результаты. Миллиардов чего? Миллиардов тенге. В Казахстане предлагают ограничить применение условно-досрочного освобождения в отношении осужденных. С такой инициативой выступил сегодня глава антикоррупционного агентства Алик Шпикбаев. При этом он отметил, что данная норма касается только тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. В истории Казахстана был не один случай, когда высокопоставленные чиновники, обвиненные в миллиардных хищениях, выходили на свободу по УДО. Эта мера станет своего рода усилением борьбы со взяточничеством, отметил Шпикбаев. О том, какие еще инициативы предлагают в антикоррупционном агентстве, расскажет моя коллега Улпан Бегалина. Казалось, что сегодня на коллегию антикоррупционного агентства собрались все ярые борцы взяточничества. В зале был, что называется, аншлаг. О том, как в стране искоренять нечистых на руку чиновников, докладывал глава агентства по противодействию коррупции Алик Шпикбаев. Так, с начала года зарегистрировано свыше двух тысяч правонарушений, из них более полторы тысячи – коррупционные. Из более чем тысячи изобличенных лиц – 23 – руководители республиканского и 86 – областного уровней. При этом Шпикбаев похвастал, что за последние три года на 14% снизилось количество коррупционных правонарушений. За последние пять лет 75% привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию – это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой. В этой связи видится вполне справедливым общественное мнение, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты – от нужды и откровенной безысходности. Ты вор, джентилемен удачи. Украл, выпил, в тюрьму романтика. И такая романтика должна проходить, как говорится, от звонка до звонка, считая Шпикбаев. В частности, он выступил с предложением ограничить применение меры условно-досрочного освобождения. Агентство инициативное усиление ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей за коррупцию. А также предложено ограничить применение условно-досрочного освобождения по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям. Ну, последние информации вы знаете. С учетом, как говорится, мы до этого уже внесены были предложения об усилении еще раз ответственности тех, кто принимает решение, ну и прекратить условно-досрочное освобождение за коррупционные преступления. Стоит полагать, что под последней информацией Алик Шпикбаев имеет в виду освобождение экс-министра нацэкономики Куандека Бишимбаева. Он был обвинен в получении взяток в 2 миллиона долларов и в хищении больше миллиарда тенге. Бишимбаев был приговорен к 10 годам лишения свободы, однако 11 октября вышел на свободу по УДО, отсидев почти 2 года. Сейчас на условно-досрочное надеется бывший глава компании «Астана-экспо» Талгат Ермегияев и экс-премьер-министр Серик Ахметов. К слову, последний уже как 2 года находится на пробации. Пока не определился. Вы сейчас домой в родной поедете? Ну, конечно, в родной поедете. Глава антикоррупционного агентства Олег Шпикбаев уверен, что искоренить коррупцию среди служащих поможет повышение зарплат за счет оптимизации госорганов. Стимулировать работников, кроме оклада, можно и бонусами. При этом Шпикбаев пояснил, что сегодня ведомство имеет достаточно резервных средств, и поэтому привлекать бюджетные деньги не потребуется. Упам Бегальна, Азиз Сатеев, телеканал «Атамикен Бизнес». Мы спросили у жителей столицы, как они относятся к досрочному освобождению коррупционеров, и вот что мы услышали. На самом деле негативно, так как, мне кажется, каждый человек должен нести ответственность, и в целом они должны, если это по закону, то должны караться законом. Если человек взял взятку, значит он нарушил этикет государственного служащего. Мое отношение такое, если в рамках норм закона у него есть возможность выйти на УДО, при этом, как мы видим из СМИ, что он оплачивает оставшийся срок денежными средствами в виде штрафа, то я к этому нормально отношусь, если это в нормах закона. Категорически против. Отрицательно. Я думаю, если он один раз взял взятку, то не исключено, что второй раз так же может произойти. Давайте отвечу двояко. То есть, кого-то можно освободить, кого-то нельзя будет. Но как это проверить, я не знаю. То есть, это не моя зона ответственности. Ну как почему? Он потом опять будет воровать? Отрицательно, наверное. Ну, потому что они должны нести ответственность, как и все остальные люди. Как обычные граждане, которые никогда не были на госслужбе, полный срок отбывать. Тем более, я думаю, это одно из самых тяжких преступлений. Ну, если человек нарушил, он должен ответить за свое. Так же? Я так думаю. Если человек нарушил, ну, конечно, немножко надо понять этого человека. Какие-то мотивы были. Может, преступные действительно, может, по ошибке было. Глава консалтинговой компании, зарегистрированной в Монако, признался, что давал взятки казахстанским чиновникам. Топ-менеджеры Сирус Ахсани и Саман Ахсани признали себя виновными в даче взяток должностным лицам в Казахстане и ряде других стран. Об этом сообщает Министерство юстиции США. В ведомстве заявили, что указанные люди участвовали в коррупционной схеме, направленной на содействие в даче взяток в миллионы долларов чиновникам в ряде стран. В большинстве своем это африканские страны. В списке также указаны Казахстан и Азербайджан. Оба топ-менеджера – граждане Великобритании. Они признали вину в даче взяток высокопоставленным чиновникам в период с 1999 по 2016 годы. Тем временем в Актау задержаны участники организованной преступной группы из числа руководства энергоснабжающих организаций Мангостанской области. В отношении них начато досудебное расследование по статье «Создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в них». Задержанные подозреваются в хищениях средств, оплаченных потребителями электроэнергии всего около 90 миллионов тенге. Сейчас подозреваемые водворены в ИВС Актау. Между тем, вот уже больше года общественники города добивались от правоохранительных органов проверки финансово-хозяйственной деятельности этих организаций. На протяжении больше чем года, когда одна из структур энергоснабжающих пришла сюда, мы говорили, что эта структура непрозрачная, практически криминализированная. К сожалению, больше года к нам никто не прислушался. Мы встречались и с Акимом области. На тот момент уже нам говорили о тех изобраниях, которые происходят в финансах, хозяйствах, деятельностях. И ТО, Майя Казарамфром и Алян Энергия. Мы также встречались об этом, говорили правоохранительными органами. Мы считаем, что это победа гражданских активистов в воздушении уголовного дела. К слову, нарушений почти на 18 миллиардов тенге выявили по результатам проведения госзакупок в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили сегодня на заседании счетного комитета, где озвучили итоги проведенного в области аудита. Так, в ведомстве констатировали, бюджетные средства, выделяемые на социально-экономическое развитие региона, используются неэффективно. Кроме госзакупок, ряд нарушений выявлен и в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и строительства. Общая сумма превышает 18 миллиардов тенге. Отметим, что в Восточно-Казахстанской области относятся к регионам с самой низкой долей собственных доходов. Основным источником пополнения местного бюджета являются трансферты из республиканского бюджета. Второй регион это уже. Второй регион. Вот сейчас будет Кустаная, тоже сельскохозяйственная область. Скорее всего, тоже всплывет этот вопрос. Поэтому они же будут возмещать деньги республиканского бюджета за счет своего бюджета, за счет местного бюджета. И это сотни миллионов. Это сотни миллионов. И понесут ответственность лица, входящие в состав комиссии, которая принимала это решение. Поэтому надо в срочном порядке рассматривать этот вопрос и решать его на нормативно-правовом уровне. Незнание не освобождает от ответственности то, что сейчас заместитель Акима говорил, что там процедурные нарушения, связанные с незнанием законодательства работниками. Это не объяснение, конечно. Смотрите далее в программе. Митов. Выяснилось, что уголь до конечных потребителей в Казахстане доходит с наценкой до 90%. Цены на уголь, они государством не регулируются. Цена определяется самостоятельно. Телефонное право. Глава агентства по делам госслужбы рассказала о попытках продвижения своих кандидатов в президентский кадровый резерв. Многие люди звонили. Вот там Менокбалам, Меноказам. Наладан дышат. На полную замену изношенных теплосетей Алматы уйдет не меньше 20 лет. Проблема возникла не сегодня. Это значит еще с 90-х годов. Уголь до конечных потребителей доходит с наценкой до 90%. Об этом сообщил представитель антимонопольного органа сегодня на заседании в правительстве. Все это из-за нерегулируемости государством цен на уголь. Их формируют сами субъекты рынка, недропользователи и перекупщики. Помимо этого, органам были зафиксированы и сговоры участников, вследствие которых цены на уголь искусственно завышались. Подробнее о вопросе разбиралась Динара Конжагалинова. До конечного потребителя уголь доходит, пройдя как минимум три этапа. От добычи до перепродажи посредниками. Как было отмечено в ходе заседания, начальная цена от недропользователей варьируется в пределах 3-7 тысяч тенге. Но чем ближе сезон, тем больше фиксируются случаев искусственного завышения цен субъектами и спекуляции частными перекупщиками прямо на дорогах. В последнее время очень много было адрес доставщикам, что якобы цену они взвинчивают. Мы разбирались по машинам. Есть три транспорта, которые покупают уголь и потом вывозят на какой-то трассе и стоят, ждут людей, которые могут купить, позволить, которые могут купить дороже. Понимаете, вот разница? Потому что вот этот момент, чтобы было понимание, что именно третий вид транспортников, это таксисты, которые купили там уголь и перепродают. Таких людей очень мало, на самом деле, чтобы влиять на цену угля. Если, допустим, у людей некоторое время нет, поехать в тупик, зарядить машину, они прямо здесь в улице ловят машину, этот уголь. Вот поймите, вот здесь, чтобы было понимание. При этом конечную среднюю стоимость за тонну угля участники заседания называют вполне сбалансированной. По подсчетам Министерства национальной экономики, средняя цена за тонну угля по столице составляет 12 тысяч тенге. Стоимость сырья зависит от марки и месторождения, и колеблется она от 7 до 19 тысяч тенге. Пройдя через товарную биржу, уголь перекупается оптовиками с наценкой в 12%. Остальные надбавки вполне законно определяются самими субъектами рынка, которые учитывают собственные расходы на поставку. Потому обвинять перекупщиков в завышении цен на сырье участники заседания не спешат, говоря, что в целом рынок поддерживается здоровой конкуренцией игроков. Потому что было очень много разговоров, что эти бедные комазисты, как будто весь уголь подняли цены, и бедное население не может купить. На самом деле, если есть районы, зеренда, допустим, несколько районов, населенных пунктов, у которых нет железной дороги, а уголь надо возить до машины, посадить автомобильную трассу, это дестопливаться надо, допустим. Хоть водитель надо зарплату, машина износ, резина лопается. Из этого все факторы составляют из расстояния плеча. При этом за прошедшие два года были отмечены случаи сговоров, перекупщиков и поставщиков сырья. За тот же период антимонопольным органам было выявлено 12 таких фактов. К ответственности привлекли 50 субъектов, на которых был наложен штраф в размере более 350 миллионов тенге. Цены на уголь, они государством не регулируются. Цена определяется самостоятельно, то есть субъектами рынка. Что касается сговоров по повышению цены на уголь, основной причиной сговоров на рынке коммунально-бытового угля, это является его высокой концентрацией. Антимонопольным органам в целом в прошлые годы, это 17-18 отопительный сезон, было проведено 21 расследование в отношении трех угледобывающих компаний и 96 опторозничных поставщиков. В целом отрицать существующую проблему со спекуляцией цен на уголь участники заседания не стали. Решать эти вопросы они предлагают с помощью единого оператора, либо привлекая сервисы грузового такси. Однако такие решения могут негативно сказаться на развитии бизнеса и конкуренции, потому проблема требует комплексного решения. Тем не менее, как отметили участники пресс-конференции, отопительный сезон в стране начался вполне удачно. Динара Конжигалинова, Виктор Джигерис, Главные новости, телеканал «Атамикен Бизнес». Между тем, коммунальные службы Алматы не могут дать точного ответа на вопрос о том, когда в городе будут заменены все изношенные трубы. На данный момент свыше 60% теплотрасс города находятся в изношенном состоянии. Учитывая общую протяженность всех труб, которые подлежат замене, на их полную замену уйдет не меньше 20 лет. Об этом говорят представители предприятий теплоэнергокомплекса города. В общей сложности протяженность устаревших теплосетей составляет порядка 700 километров. Для того, чтобы не нанести ущерб движению транспорта, коммунальщики могут менять по 13 километров каждое лето. Самая масштабная замена в последний раз произошла в 2016 году. Тогда было заменено 32 километра, что едва не привело к транспортному коллапсу в мегаполисе. Проблема возникла не сегодня. Это еще с 90-х годов, начиная с 1996 года по 2006 год. То есть в течение 10 лет ни одного метра теплосетей не было переложено. Только в 2006 году начали перекладывать трубы. Это было связано и с тяжелой финансовой ситуацией, потому что финансирование в основном идет из республиканского бюджета и частично из местного бюджета. Тем временем, с сентября этого года в столице произошло 1148 пожаров и 20 из них с летальным исходом. Об этом сообщил глава комитета по ЧС Владимир Беккер. По его словам, для профилактики пожаров было проверено почти 170 тысяч жилых домов и выявлено 65 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. Для нарушителей никаких дисциплинарных взысканий не предусмотрено, так как ведомство заинтересовано в устранении проблем, а не в наказании, заявил Беккер. Он также сообщил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 27% и вдвое уменьшилась смертность. Председатель комитета советует бороться не с последствиями пожара, а с самими причинами возникновения. Категорически запрещается использовать для розжига печей легковоспламеняющие и горючие жидкости. Не допускается сушка над печью и в непосредственной близости от нее дров, одежды и других горючих материалов. В период сильных холодов, когда интенсивность и периоды топки увеличиваются, нельзя допускать перекаливания печи. Необходимо внимательно наблюдать за состоянием печи и примыкающей к ней строительных конструкций. Не оставляйте печь без присмотра, особенно не доверяйте контролю за ней детям. 85% загрязнений в Тимиртау исходит от компании Арселор Миттл Тимиртау. За последние 6 лет предприятие вложило в экологические мероприятия более 11 миллиардов тенге. При этом ощутимого результата не наблюдается. Теперь же до 2023 года компания планирует сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 30%. Соответствующий меморандум сегодня заключен с Министерством экологии. Между тем промышленники заявили, что существенно изменить ситуацию позволит только кардинальная модернизация производства. Большие надежды на комбинате возлагают на предстоящую газификацию. Вместе с тем сегодня обсуждаются очередные изменения в экологический кодекс, согласно которым промышленникам выгоднее будет перейти на зеленые технологии, чем постоянно откупаться штрафами. Кроме того, согласно поправкам, теперь 100% от суммы штрафов будет потрачено на улучшение экологии. Если компания берет на себя обязательство по переходу на МДТ, в этом случае она освобождаться будет полностью от платы за эмиссию. То есть это, скажем так, и запретительный, и стимулирующий метод. Соответственно, если же компания не переходит на МДТ, то в этом случае уровень вот этой платы за эмиссию будет расти в геометрической прогрессии. Поэтому это вот тот ключевой механизм, который нам реально позволит улучшить экологическую обстановку в стране. Незначительное снижение оксидов азота и окиси углерода произойдет в доменном коксахимпроизводстве, и лишь существенное снижение эмиссии загружающих веществ произойдет по ТЭЦ-ПВС и по ТЭЦ-2. Но это будет достаточно для того, чтобы снизить примерно выбросы в этот период времени на 14%. Вот из тех 30%, о которых говорил сегодня министр. Звонили и просили. Сегодня руководитель агентства по делам госслужбы Анар Жейлганова рассказала о попытках продвижения своих кандидатов в президентский кадровый резерв. Кто именно пытался применить телефонное право, Жейлганова не пояснила. Однако, по ее словам, формат конкурса впервые не допускает каких-либо вмешательств извне. Весь процесс проходит открыто, результаты каждого тура доступны в сети. Сейчас претенденты проходят уже третий этап. До него дошли 549 кандидатов из более 7 тысяч соискателей. Итоги конкурса подведут до конца этого года. Ожидается, что в кадровый резерв войдут не более 330 участников. Сегодня на встрече в Аккорде президент Касым Жумар Тукаев поручил ведомству решить вопрос с их трудоустройством в ближайшие годы. Напомним, по инициативе главы государства в стране впервые стартовал проект президентский молодежный кадровый резерв. Планируется, что отобранная молодежь займет государственные посты разного ранга. От министров до акимов городов и областей. Главные требования гражданства Казахстана возраст до 35 лет и общий стаж работы не менее 5 лет. Продолжение следует... К слову, казахстанские студенты примут участие в международном конкурсе разработчиков. Представлять страну они поедут в Шенчжень в мае следующего года. Так, конкурс сортовал в сентябре этого года. Состязались в нем учащиеся пяти столичных и алматинских вузов. Испытать удачу и показать свои силы пытались больше тысячи человек. А вот в финал прошли 10 молодых разработчиков. Трое из них стали победителями. Отметим, конкурс проводится с 2015 года и ранее он проходил исключительно в Китае. Сейчас состязание проводится в Великобритании, Италии, Австралии, Египте, Южной Африке, России и Индии. Сегодня мы подводим итоги конкурса для молодых разработчиков, который проводится в Казахстане во второй раз. Целью состязания является поддержка одаренной молодежи и инвестиция в развитие инфракоммуникационной отрасли страны. В этом году в состязании приняло участие более тысячи студентов из Алматы и Астаны, что впечатляет. Трое победителей с наилучшими результатами отправятся в мае 2020 года в Китай на международный финал конкурса, где представят Казахстан наряду с представителями более 50 других стран мира. Состояние, тренды и перспективы сферы образования в Казахстане. Эти вопросы в фокусе внимания международных и отечественных экспертов, представителей госорганов и нацпалаты Атамикен. В столице стартовал двухдневный международный образовательный форум. Приветствуя делегатов, вице-министр образования Бибигуль Асылова отметила большой вклад бизнеса в развитие сферы. Благодаря усилиям предпринимателей и механизму ГЧП количество частных школ увеличилось на 50%. Решена проблема дефицита детских садов. И все же некоторые вопросы до сих пор остаются нерешенными. Это и трехсменные школы, и отсутствие интернета, и нехватка квалифицированных кадров. К слову, на сегодня Атамикену удалось обучить более 1700 преподавателей по всей стране. Новые знания по основам предпринимательства и бизнеса в рамках элективного курса учителя уже применяют на практике. Авторский учебник был переиздан с учетом всех отзывов, предложений, замечаний преподавателя, потому что ключевой звено здесь преподаватель, поэтому для преподавателя очень важно понимать суть этого предмета. Жилплощадь, класса люкс и дорогой внедорожник – показатель состоятельности современного человека. Согласитесь, чаще всего среднестатистическому казахстанцу приходится осуществлять мечты поэтапно. Сначала одно, потом другое. Так, никогда сладкие грезы превращаются в обыденные цели, пропадает интерес. Очередной раз, понимая, что волшебства не существует, а Дед Мороз больше никогда не подарит вожделенный подарок, современный человек продолжает идти к мечте без особого энтузиазма. А зря. Наш корреспондент Мария Млукпанова побывала на большом розыгрыше. Победитель выиграл Хэринджовер. Как бонусом в квартире можно получить еще и машину класса люкс. Моя коллега готова обо всем рассказать. Итак, дорогие друзья, кто же станет обладателем абсолютного Родж-Родорога? Узнаем прямо сейчас. 16-й дом, 26-я квартира. Так сбываются мечты. Еще вчера эта семья планировала купить машину, а сегодня им ее подарили. Большую, новую, дорогую. Обладатели квартиры в жилом комплексе Байсонат в один миг стали владельцами еще и элитного внедорожника. Они, как и 90 других обладателей заветных квадратных метров, решили попытать удачу и поучаствовать в розыгрыше от одной из крупнейших строительных компаний Казахстана – Ордаинвест. Одной из основных задач, поставленных корпорацией Ордаинвест при проведении розыгрыша, была прозрачность и объективность. В этих целях были разработаны соответствующие правила, которые были размещены для всеобщего доступа. Каждый участник собственноручно опускает билет в лототрон. Розыгрыш фиксируется видеокамерой. Также была создана независимая комиссия для фиксации всего процесса и результата розыгрыша. Все протоколы, связанные с розыгрышем, будут удостоверяться нотариусом. Таким образом будет достигнута максимальная прозрачность и объективность. Надежные партнеры в итоге становятся друзьями. Тех, кто пришел, сложно назвать клиентами. А масштабные мероприятия больше похожи на дружескую вечеринку. Если приятели при встрече обмениваются ритуальными вопросами, то друзья – полезной информацией. Продолжая заботиться о покупателях, Ордоинвест расширяет свои границы. В следующем году планируем построить жилой комплекс в Турции. Это город Аланье. И на северном Кипре. Вместе с нашими партнерами. Первый жилой комплексом мы хотим именно проявить заботу о наших гражданах. Потому что независимо от того, мы или не мы, они все равно уже вкладываются в дальние зарубежья. Мы просто хотим тем самым показать заботу свою о них. Мы проработаем все юридические, финансовые вопросы, вопросы гарантии, вопросы строительных технологий, которые, в принципе, они знают по нашим домам. И наши партнеры с этим согласились. Что концепции вот этих двух комплексов, что Северный Кипр, что Турция будет под казахстанцев. Кстати, о концепции. Она прослеживается в каждом жилом комплексе от Ордоинвест. О новых проектах, которые в скором времени появятся в золотом квадрате столицы, известно следующее. Называются они так же красиво, как и выглядят. Либерти, Олимпийский, Асемтас-2. Первый под стать своему названию – олицетворение свободы. Потолки свыше трех метров, стилизованные под мировые мегаполисы подъезды, развитая инфраструктура. Девиз второго ЖК – здесь растут чемпионы. А значит, это парадные, оформленные в спортивном стиле. Дворовая площадка-трансформер, она же теннисный корт, футбольное поле и хоккейный каток. Магазины, спортивные одежды и еды. Ну и третий проект, Осемтас-2. Задуман с заботой об экологии, учетом медицинского кластера. В ЖК планируется амбулатория, рестораны здорового питания и даже соляная шахта. Возможно, их новоиспеченным обладателям повезет не меньше, чем сегодняшним победителям. У нас только первый опыт розыгрыша. Мы планируем это уже в каждом комплексе проводить. По завершению комплекса проводить такие розыгрыши среди наших жильцов и покупателей. В следующем году первые очереди этих комплексов уже завершатся. Мы будем разыгрывать уже три автомобиля. Мария Мукпанова, Алиби Ерель. Главные новости. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Атомике.